В этот февральский день 2017 года в Троице Сергиеву Лавру собирались тысячи людей со всей России. Они шли, чтобы проститься с человеком, который помог многим из них в самые трудные минуты жизни. На 98-м году жизни закончил свой земной путь архимандрит Кирилл Павлов, старец, которого называли духовником всея Руси. Он нес великое служение духовника для тысяч и тысяч людей. Это служение требует подвига. Отец Кирилл был духовником, который давал советы не от разумения, а от своего духовного опыта. И бывали случаи, когда он вообще никаких советов не давал. Но люди тянулись к нему потому, что чувствовали духовную силу его. И когда к нему приходили, можно было и не говорить ничего. Он говорил очень мало и очень просто. Но эти слова были наполнены любовью, благодатью, святого духа, и они действовали очень сильно на человека. Он прошел всю войну, выжил в сталинградских боях, пережил два ранения, месяцами замерзал в занесенных снегом окопах. Но эти испытания стали для него лишь началом нового подвига – духовной брани за всю Россию, которую он будет вести до своих последних дней. Война изрезала шрамами тело Земли. Рубцы от сотен километров окопов и тысяч воронок начнут затягиваться лишь через десятки лет. Но раны в сердцах тех, кто воевал, и тех, кто потерял близких, не зарастут никогда. Миллионы могил, стоящие в руинах города. Сколько слез, сколько боли. У многих возникал вопрос – есть ли какой-то смысл в этом страшном уроке? Для десятков бывших фронтовиков, после победы ставших монахами и семинаристами в Троице Сергиевой Лавре, ответ был выстрадан потерей друзей, ранениями и лишениями военных лет. Они были уверены – страна платила цену за предательство, за забвение своих идеалов, за потерю нравственности и потерю веры. Уже к 1939 году было расстреляно и репрессировано более половины всех священнослужителей. Из 25 тысяч храмов по всей стране остались открытыми чуть более ста. 22 июня 1941 года должно было стать знаковым в борьбе с церковью. В этот день по постановлению Совнаркома было решено закрыть главный Московский собор – Елоховский. И последний действующий храм в Духовном центре России – Сергиевом Посаде. Но именно 22 июня на страну обрушилась война, и об этих решениях уже никто не вспоминал. Такие знаки заставляли задуматься даже тех, кто еще вчера пытался уничтожить церковь. Вскоре по всей стране начнут заново открывать храмы и возвращать священников из лагерей. Война станет горьким лекарством, благодаря которому народ снова будет вспоминать о забытых идеалах Руси. В бою, в минуты смертельной опасности, просили Бога о помощи и беспартийные, и коммунисты. А дома о фронтовиках молились матери и жены. Красноармейцу Ивану Павлову, будущему архимандриту Кириллу, духовные причины войны станут понятны в разрушенном Сталинграде. Там, среди развалин, он найдет книгу, которая навсегда изменит его жизнь. Вот одну разбитую дуну нашел, Иван такой был. И Иван как раз дал мне ответ на все мои внутренние вопросы, сомнения. Ясно утвердились мысли, что война – это просто вследствие грехов, вследствие беззаконных человеческих. Перед самой войной у нас на Руси, в связи с серьезным таким упадком, в народе упала глубоко и нравственность. И была попущена война. Во время войны, да, народ обратился к Богу, и люди, обрываемые скорбями, страданиями, люди почувствовали необходимость Божьей помощи. Этот перелом, он не только возродил нравственность среди народа, да, но и это повлияло и на успех нашей армии. В послевоенных стенах древней русской обители этот вывод был особенно очевиден. Здесь не было врага, но монастырь стоял в руинах. Строители социализма за четверть века превратили троица Сергия и его лавру, духовное сердце России, в большую обшарпанную коммуналку, заваленную горами мусора. Столетиями обитель преподобного Сергия была последней надеждой для русского человека. Отсюда приходило спасение в самые трудные периоды нашей истории. Но сейчас в помощи нуждалась сама лавра. Бывшим фронтовикам предстояло ее возродить и собрать здесь душу Святой Руси, как разлетевшиеся от ветра страницы Сталинградского Евангелия. Пройдя такую школу, суровую, оставшись живыми, они жили с благодарностью Богу и с желанием служить Богу. Они, во-первых, окрепли в вере, а во-вторых, они пришли в отухотворенное с желанием служить церкви. Как и многие из молодых семинаристов, бывших фронтовиков, Иван Павлов еще во время войны принял решение, если выживет, стать священником. Такой же обет в минуту смертельной опасности дал его однокурсник, другой будущий старец, троица Сергеева лавры, Тихон Агриков. Во время бомбежки он старался укрыться, какое-то углубление, и рядом упавшая бомба накрыла его слоем такой земли, что он понял, что он все погребен. И он замолился матери Божьей, я буду тебе служить, оставь меня. Упала следующая бомба и смела всю эту землю с него. И он пошел. Эти семинаристы знали, здесь их ждет новый подвиг. И новая война, где предстоит сражаться за тысячи человеческих душ. Удивительная история, то есть Сергей Лавры, как Лубный Сергей посылает на защиту своего отечества двух монахов о слябе Пересвета. Это кадровые воины Духовного фронта посылает помощь Дмитрию Донскому. Но произошло обратное явление. Обратное явление удивительное. Когда происходила война против веры, Торица Сергеева Лавры, армия дала кадров для Торица Сергеева Лавры. После войны первые кадры, которые пришли, это были участники войны. Отец Кирилл, Павлов, отец Тихонагрев и другие. Люди, которые прошли войну, после войны пришли сюда, в Лавру, переживая те трудности, которые здесь были. Это какие-то были кремниевые люди. Преподобный Сергий, казалось, избрал Ивана Павлова еще до рождения. Он родился 8 октября, в день памяти Сергия Радонежского, в селе Маковские Выселки, и был крещен в церкви села Маково. А после войны на всю жизнь стал монахом Троицкого монастыря, который преподобный Сергий построил на Маковской горе. В 1954 году Иван Павлов принят в число братьей Троицы Сергиевой Лавры после окончания Духовной Академии. А вскоре наместником Лавры Архимандритом Пименом Извековым, будущим патриархом Сияруси, пострижен в монашество с именем Кирилл. В честь Кирилла Белозерского, ученика Сергия Радонежского. ПЕСНЯ С постригом монах умирает для мира. Он отказывается от собственности, от поиска славы и удовольствий, и даже от собственного имени, цель, которую ставит перед собой монах, выше всех земных задач. Тот, кто победил свои страсти и воплотил в жизнь евангельские заветы, становится подобным самому Христу. На выбор монашества Кирилла Павлова вдохновили не только великие святые – Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Он видел примеры святой жизни своих современников. Это были необыкновенные люди, которые за свое подвижничество получили от Бога дары прозорливости, действенные молитвы и утешения людей. На первом курсе семинарии он несет послушание в Обсково-Печерском монастыре, и там встречается с валаамскими старцами, вернувшимися на родину из Финляндии. Также за духовными советами обращается к старцам Глинского монастыря, где, несмотря на гонения, сохранилась выдающаяся школа старчества. И в это же время в братью Троица Сергиевой Лавры возвращались монахи за свои религиозные убеждения, получившие длительные тюремные и лагерные сроки. Они приходили истощенные, с подорванным здоровьем, но не предавшие Христа и своих братьев по вере. Их стойкостью в заключении восхищались даже уголовники. В отличие от тысяч политзаключенных, они прекрасно осознавали, за что сидят. И сейчас приносили в монастырь свой огромный духовный опыт и передавали его молодым послушникам. В Лавре наставниками Кирилла Павлова стали духовники братья старцы Пётр Семёновых, прошедший опыт афонского монашества, и Феодорит Воробьёв, которому в лагере за проповедь Христа отрубили часть языка, после чего он заново выучился говорить. Здесь же молодой монах познакомился со святителем Лукой Воина-Ясенецким. А одним из главных наставников и духовных авторитетов Кирилла Павлова станет святитель Афанасий Сахаров, который за верность церкви 30 лет провёл в тюрьмах и лагерях. Для Кирилла Павлова это были примеры истинной монашеской жизни, и он видел, какую цену эти люди были готовы заплатить за спасение души. От старцев нельзя было услышать ни одного слова осуждения или раздражения. От них исходили такое спокойствие и любовь, которые покоряли каждого. Смирение во всех испытаниях сочеталось у них с невероятной стойкостью и твёрдостью характера. Но чтобы достичь этого, монах должен выиграть настоящую войну. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. С постригом монах начинает духовную войну не на жизнь, а на смерть. В ней не будет перерывов на обед, сон или отдых. И она закончится для монаха лишь тогда, когда закроется крышка гроба. Монах Кирилл, совсем недавно снявший фронтовую шинель, много раз смотревший смерти в глаза, был готов к этому сражению. После смерти Сталина и освобождения из лагерей тысяч политзаключённых в стране всё чаще стали произносить слово «оттепель». Но для верующих и церкви время хрущёвского правления обернулось суровыми морозами. Мы живём на земле не милостью Божией! В конце 50-х годов в Советском Союзе была предпринята вторая попытка полностью ликвидировать церковь. На съезде партии Хрущёв обещал через 20 лет построить коммунизм, а церковь, по его мнению, была последней преградой на пути к нему. Вам известно, даже голова правительства Никита Хрущёв как-то официально заявил, что в 80-м году он по телевизору пока от последнего попал. Борьба с религией сразу приняла небывалый размах, а методы стали более изощрёнными, нежели в довоенные годы. Священников уже не расстреливали, реже сажали в тюрьмы, но каждый год закрываются и разрушаются сотни храмов. Издаются тонны антирелигиозной литературы, осуждающей отсталость маркобесов, святош и фанатиков. Запрещены колокольные звоны, крестные ходы и паломничества. Вблизи святынь строятся свинарники и устраиваются свалки мусора. Но, несмотря на запреты в это время, из Москвы в Загорск идут полные электрички паломников. Поезд шёл вдоль древней Ярославской дороги, столетиями вытоптанной ногами русских богомольцев. На протяжении пяти веков трёхдневный пеший путь к преподобному Сергию проходили до трёхсот тысяч человек в год. А в конце этого пути открывался вид, от которого замирало сердце. Тем, кто здесь стоял впервые, он казался похожим на сказку. Величественная архитектура без слов проповедовала идеи Святой Руси. Об эти стены разбивалась любая самая изощрённая атеистическая пропаганда. Разве можно было назвать отсталыми великих зодчих, создавших эти шедевры? Или иконописцев, черпавших здесь в молитве незримые источники вдохновения? В разгар гонений отец Кирилл Павлов и отец Тихон Агриков становятся широко известными духовниками. Их проникновенные проповеди привлекают в храмы всё больше людей, которые видят в церкви не опиум для народа, а любовь и бескорыстное служение. Они именно себе не принадлежали. У нас же духовные отцы, и духовные отцы говорят, а этот вопрос на самом деле очень серьёзный, даже сверхсерьёзный. Духовному отцу может быть только священник, который готовит своих духовных чад пойти в ад. Старческие дарования отца Кирилла проявились очень рано. Первые духовные чада, знавшие его ещё в 50-х и 60-х годах, вспоминали, как он сам тогда называл их «неисповеданные грехи». Старчество – древняя традиция духовного наставничества православной церкви. Старцам нельзя назначить. Это призвание тех, чьи души очищены многими страданиями, непрестанной молитвой и жертвенным служением ближним. Уже здесь, на земле, они живут в двух мирах – земном и мире горнем. Люди идут услышать их совет, потому что старцу в молитве открывается воля Бога. Это самое, наверное, большое сокровище на земле, которое может быть – это старцы. Потому что встреча с таким человеком, она может в жизни произвести огромные изменения. Отцу Кириллу было около 40 лет, когда на исповедь к нему благословлял ходить знаменитый одесский старец преподобный Кукша. И примерно в это же время о духовных подвигах молодого иеромонаха Кирилла писал святитель Афанасий Сахаров. Кто-то вот из этих старцев ему сказал, знай одно, что не столько ты поставлен исповедовать, а сколько постарайся утешать. Утешать, потому что люди были растерзаны войной. Воспоминания были такие. Огромный трапезный храм битком набит. Приходит отец Тихон исповедовать Агрикова и отец Кирилл. И всю ночь до утра. Утром раннюю служат. И стон, понимаете, вот общий стон. Люди стоят плачут. Накануне 9 мая, помню, он сказал, говорит, у них глаза, говорит, лица восковые, застывшие. А от горя, от горя. Уже они плакать даже не могли. Они уже все выплакали. С Костромой приезжала мать, пятерых сыновей потеряла. И вот он утешал. Действительно, ему, как сказали старцы, утешают. Он всю жизнь утешал. И, придя после фронта, они так же себя не жалели, как на войне. Никаких для себя не делали поблажек или каких-то снисхождений. Из этого всего складывалось то, что вот такие порождались подвижники. Очень многие менялись после встречи с батюшкой. Многие люди, просто приходя к батюшке, вот увидев его, начинали плакать, потому что мы действовали благодать Божия. И они приносили искренне покаяние. То, чего они не делали, может быть, никогда. Вот и потом их состояние менялось. Каждая встреча с батюшкой происходила без загрузки человека. То есть, человек приползал там на четвеньках, а улетал на крыльях, что не чувствовалось под ногами земли. Вокруг лаврских духовников собиралась молодежь. К ним на исповедь едут со всей страны. С этим власть, решившая уничтожить церковь, не могла мириться. Против батюшки в хрущевское время развернулась целая кампания. Потому что знали, что он известный духовник, к нему огромное количество народа обращается, его мнение, так сказать, важное для людей. Вот, чтобы подорвать его авторитет, начали публиковать разные непотребные статьи, бездоказательно там обвиняли батюшка в тяжких грехах. Травля обрушилась на отца Тихона Агрикова. Тому пришлось просто идти из монастыря, потому что ему не давали проходы. Были женщины, которые просто на него бросались. Одна из них даже кислоту, ему в лицо пыталась плеснуть кислотой. Другая прыгнула на него с балкона, с гульбища трапезного храма. Ну, слава богу, на нее промахнулась, на нее убилась старца, но сама разбилась. Потому что такие были дикие совершенно случаи. На батюшку обрушивались жуткие совершенно вещи. В воскресной литургии отец Кирилл служил позднюю литургию, и он стоял возле образа, где находится ангел. И во время чтения Евангелия вдруг летит огромный булыжник, огромный камень с большой скоростью. Буквально он задевает краем волосы отца Кирилла, но попадая весь удар сильный, мощный, он пришелся на этот образ. То есть вот этот образ спаситель взял на себя весь удар, который был предназначен для отца Кирилла. В 1961 году закрывают Киево-Печерскую лавру. Следом закрыта Глинская пустынь и еще десятки монастырей. Вскоре должна была дойти очередь и до Троицы Сергиевой лавры. В эти дни отец Кирилл у мощей Сергия Радонежского произносит такие слова. Прежде чем достигнуть святости, преподобный Сергий претерпел на земле много скорбей и искушений. Подражая нашему наставнику, мы должны усвоить себе его черту – непоколебимость пребывания в вере во время искушений. Все мы сейчас поставили такие условия, скорбные условия. Не нужно духом падать и ни молодушествовать, ни роптать, а безропотно отнести за свой крест. Помнишь, что не в богатстве счастья, не в человеческом величии счастья, а вот именно в безропотном перенесении всего того, что промысл Божий посылает каждому человеку на его жизнь пути. Он с одинаковым благодушием встречал хрущевские гонения. И то, что позже произошло, он во всем видел промысл Божий. У него была всегда радость. И тогда, когда были скорби, и тогда, когда были радости, он благодарил Бога за то, что Господь ему посылает. Поэтому он нас учил не страшиться будущего, быть готовым принять то, что придет, и выстоять в той правде, в которой ты уверовал. Не предать, не изменить. Борьба с религией шла с перевыполнением плана. За пять лет были закрыты четыре тысячи храмов. Я не помню, на моей памяти, я сказал профессор Московской Духовной Академии, вот тут Хрущев сказал, что все, что же, говорит, что нам уже нужно готовиться, конец. А он так, просто так. Знаешь, говорит, наша страна, говорит, она по-прежнему богатая, необъятная и непредсказуемая. Это неизвестно, что. Так спокойно сказал. У Бога столько средств, вот так повернет все. Заснем при одной власти, проснемся при другой власти. И действительно, как и в начале войны, все изменилось в один миг. Постановление пленума ЦК партии стало полной неожиданностью и для самого Хрущева, и для всей страны. Его смещают с поста первого секретаря ЦК КПСС, обвинив в ошибках в управлении страной и создании нового культа личности. Припомнили Хрущева и перегибы в отношении церкви. Но, несмотря на отставку Хрущева, гонения на Лавру и ее духовника продолжались. Все время говорили, вот вымрут, вымрут, скоро старики ваши вымрут, вымрут, вымрут. А молодых-то мы не будем прописывать? И тут стали гнать с Лавры. Вот отца Тихона выгнали. Над отцом Кириллом носился в домоклов меч. Его тоже хотели изгнать. Но молилась вся Лавра. Вот отец Матфей даже Мармель рассказывал, говорит, нет, ну мы просто не представляли. Два крыла Лавры были. Отец Тихон Агрик и отец Кирилл. Два крыла. Одно крыло обрубили, осталось второе крыло. Ну как? И второе крыло отрубать? Молилась вся Лавра. Молилась вся Лавра. И даже ходили, отдельно служили у мощей молерных. Уже несколько столетий ежедневно, к пяти тридцати, вся братья монастыря собирается в Троицкий собор на молебен к преподобному Сергию. Его благодарят и к нему обращаются за помощью. В молитве звучат такие слова. «Ведаем, что ты и по смерти жив. К тебе преподаем и тебе молимся. Моли Бога о нас». Также полвека назад братья молило преподобного Сергия, чтобы отстоять духовника Лавры и выдержать предстоящие испытания. Рядом с монахами стояли десятки молодых семинаристов. Архимандрит Кирилл был восприемником при постриге для сотен монахов. Некоторые из них впоследствии стали настоятелями монастырей, другие – епископами и митрополитами, и возглавили епархии Русской Православной Церкви. Все они приходили к нему за советом в выборе жизненного пути. Московскую семинарию и Духовную академию, которые находятся на территории Лавры, называют «большой кельей преподобного Сергия». К окончанию учебы будущим священникам предстоит сделать важнейший выбор между монашеством и семейной жизнью. С этим вопросом десятилетиями семинаристы приходили к отцу Кириллу, веря, что старец поможет им узнать волю Бога. У него было особенное такое смирение. Он, молясь прозорливость, он скрывал, но исполнялось так, как он говорил. Когда в 60-м году я, придя на исповедь к отцу Кириллу, спросил, какой мне путь изобрать, он сказал, «Господь тебе укажет». Выслушав его, я смиренно, спокойно пошел. Ну, скажет, значит, укажет. А как он укажет? А я не стал спрашивать, как укажет. Пошел и получил тут же, ко мне подвели будущий, мою матушку. Ну, батюшка, конечно, старец нас, святой человек. Вот первый раз я, когда встретился с батюшкой, и он меня сразу назвал по имени, по имени назвал, меня в миру звали Николаем. А ты, Николай, говорит, тоже заходи, заходи. Сколько случаев его действенной молитвы, просто невозможные были случаи некоторые, а по его молитвам чудеса завершались. Татбачки часто требовали ответов на такие вопросы, от которых зависела жизнь человека в какой-то степени. Поступать в монастырь или не поступать? Жениться или не жениться? Делать операцию или не делать? Переезжать с места жительства или не переезжать? То есть это требовало такого какого-то максимального молитвенного подвига от батюшки. Чтобы людям помогать в решении таких вопросов, он должен был быть в таком молитвенном состоянии, чтобы давать ответы от Бога. Рад наш Кассиан облачиться в хитон вольной нищеты и нестяжания и всяких бед и теснот претерпения. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Харцем Сиане, им Господи, и им Бог. Рад наш Корнилий облачиться во одежду веселья и радости духовны, во отложение и попрание всех печали и смущения от бесов, от плоти и от мира нагнадящих. Наместник совершает постриг и потом передает новопостриженному восприемникам. Там говорит наместник, обращает духовнику, наставляй новопостриженному, за него дашат веру. А мне, Белин сказал, во всем поминуйся старцу. Жизнь монаха начинается тогда, когда он заходит в келью и затворяет за собой дверь. То есть это все тайна. И попробуй эту тайну как-то описать или рассказать словами. Если думают, что в монастыре монах ушел, то он тут спокойно, тишине пребывает. Да ничего подобного. Тут уже невидимая духовная бронь идет. Духовник отвечает за своих чад перед Богом. Под его руководством монахи учатся молитве, смирению и борьбе со страстями. Это не просто важный человек, он самый родной человек, я думаю, который есть на земле. Он роднее матери и отца, потому что духовный отец, это старец, это связано с ними духовными узами. Духовник для братьев, ты понимаешь, что ты самый любящий тебя человек. Он любил братьев, вот как мать родная. И в монастыре, как всегда, во всяком монастыре, как в семье, есть усердные, есть такие тепло-хладные, есть и такие нерадивые, как я был. И он всех любил. Вот так бывало, духовники там были такие, духовники, что они там имели своих чад, с чадами-то хорошо, а с остальными так в дистанциях. А он всех любил, и чад, и не чад. Все у них, всех любил. Вот, это было, конечно, его любовь. Она смягчала человеческие сердца и располагала к ответной любви. Он был знаменитым духовником. У него исповедовались патриархи, архиереи, много священников. Но он всегда себя ввел очень смиренно. Вот, если идешь с ним, заходишь в дом, допустим, там, или в келью, то он всегда пропускал первым. Хоть это может быть священник, может, это послушник, может, это простой мирянин. Он всегда уступал месту, всегда учил, что всегда перед всеми смиряться перед Богом и перед близким. Вся жизнь отца Кирилла протекала на виду у братьев. Братский молебен, литургия, исповедь в алтаре, монашеское правило в келье, братская трапеза, вечернее богослужение, после которого совместное чтение Библии. Для семинаристов и молодых монахов это были самые дорогие минуты, которые они вспоминают и через десятки лет. На цепочках пробирались, чтобы никому не помешать. Добирались до его двери и попадали в эту удивительную атмосферу. Конечно, стремились туда. А батюшка, когда открывал дверь, он показывался такой, весь белый, сияющий в дверном проеме вечером. Меня поражало какое-то внутреннее батюшкино проникновение в душу, когда на исповеди говоришь о каких-то грехах и, например, перечисляешь грехи. Батюшка мог остановиться в тот момент, когда я говорил о том, что, может быть, являлось самым главным на тот момент, самым для меня тяжелым. Я видел, что отец Кирилл просто прозирает мое сердце. Иногда это было даже страшно, потому что ты понимал, что перед тобой святой человек, от которого ничего не скрыто. Но батюшкина любовь, она в первую очередь, конечно, покрывала, исцеляла. Когда шел к нему на исповедь, ну, кажется, как из глубины ада выходил, каясь и боясь поднять голову, ожидая самой строгой кары. А в ответ всегда была любовь. Он был очень немногословен, но каждое его слово это было некое откровение. Ты понимал, что другого пути нет. Желаю ему самой главной крепости и сил, чтобы у вас было здоровье, потому что от вашего здоровья и зависит наше здоровье. Будь здоровы, и мы здоровы душой и сердцем. Все от вас зависит. Мы вот отдаем послание радость это был человек, вокруг которого лавра объединялась как братство на основе, во-первых, любви к отцу Кириллу, во-вторых, на основе его огромного духовного авторитета. Схиархимна говорит Микаил и о нем, и об отце, Иоанне Крестьянкине сказал такую фразу, очень интересно, что это были люди, у которых был Богом данный авторитет. Ездил к старцам Белгородским, отец Серафим, отец Григорий. Во всех наставлениях отца Серафима, отца Григория всегда говорили об отце Кирилле. Отец Кирилл считался старцем над старцами, как говорили сами старцы. Батюшка был человеком такого глубочайшего смирения, поэтому трудно было в нем увидеть старца. Он братья говорил, какой я старец? Я такой же, как и вы, я никакой не старец. Я не знаю, старца, есть ли сейчас старца. Старики есть, старики есть, есть, а старцев не знаю. не знаю, Несмотря на доступность лавровского духовника, его внутренняя жизнь оставалась тайной. Как вы читаете, в чем смысл жизни? В смысле жизни? Наверное, в Богу, в Богу, в общении. Чтобы не смущать близких людей, отец Кирилл даже от них скрывал свои старческие дарования. Его прозорливость чаще всего открывалась другим лишь тогда, когда от этого зависела жизнь и духовное спасение человека. Приехали мы с отцом Афанасьевым, таким почтенным архимандритом, и тот говорит, батюшка, мне что-то такой необыкновенный сон приснился, как будто в Троицком соборе, вот я нахожусь, а он был в это время хранителем Троицкого собора, вот мне явился отец Николая, который был его предшественником, архимандрит, который умер. И отец Николай меня так, говорит, обнимал, так меня целовал как никогда при жизни. Говорит, что мне, батюшка, может мне нужно готовиться к смерти, может такой знак для меня. Батюшка говорит, знаешь, что Афанасья, ты ко мне переезжай, недельки через две, я тебе скажу. Батюшка молился, потом отец с Афанасьей приезжает, он говорит, готовься, Афанасья, к смерти. И я через полгода отца Афанасья не стал. К началу 80-х годов росло уже третье поколение атеистического государства. Руководство Советского Союза считало церковь уходящей натурой. Но без каких-либо видимых причин все изменилось в 1988 году, когда страна праздновала тысячелетие крещения Руси. Размах празднеств поражал. 1100 журналистов со всего мира следили за праздничной службой и тем, как на поместный собор съезжались 211 делегаций из 89 стран. Юбилейные торжества вызовут такой интерес к русской истории и православию, что эти события назовут вторым крещением Руси. А вскоре начались такие стремительные и неожиданные изменения, что миллионы советских граждан сами не поняли, когда и как оказались уже совсем в другой стране. Нахлынувшая свобода у многих вызывала эйфорию. Казалось, что теперь возможно почти все. Церковь уже никто не преследовал, тысячи вчерашних атеистов впервые ставили свечи и учились креститься. Это было 90-й, наверное, может, 4-й, 5-й год, 6-й. И храмы начали открываться, монастыри начали открываться. И его спросили, батюшка, вот как, наверное, это вот сейчас возрождение России. А батюшка немножко так грустно посмотрел и говорит, судя по исповедям, пока возрождения нет. Страшные грехи люди очень делают, живут совсем другими законами. Вместо ожидаемой жизни по евростандартам страну засасывало в глубокое Средневековье. Новыми героями молодежи становились выжившие в городских войнах бандиты и высокооплачиваемые сотрудницы эскорт-услуг. Депутаты говорили о легализации проституции и порнографии. Вместо закрывшихся по всей стране заводов открывались сотни казино. С телевизионных экранов выплеснули тонны трики-сортной западной видеопродукции, после которой неподготовленный зритель терял представление о каких-либо моральных нормах. Люди без веры потеряли нравственность и пришли в одичание. Если народ к Богу не обратится, то, конечно, печальное будет положение. Этот урок истории отец Кирилл осознал еще в Сталинграде. Все бедствия народа начинаются после его нравственного падения. Вот то поколение, оно еще все-таки было как-то напитано христианским духом в течение 70 лет. Утратили. В свое время народ так повернулся спиной ко Христу, последовали этим традиционным учениям, отошли от Христа. Поэтому это величайший был гнев Божий. Господь попустил. В это трудное для страны время особая ответственность легла на патриарха Алексея Второго. Эту ответственность предстоятель не может кому-либо передать или на кого-то переложить. Он перед Богом даст ответ не только за себя, но и за всю церковь. однако и патриарх нуждается в духовном совете и молитвенной помощи. Зачастую единственный человек, к которому он может обратиться, это его духовник. Ему патриарх, как обычный христианин, исповедуется в грехах и перед ним, как монах, несет обет послушания и просит о молитвенной помощи. Архимандрита Кирилла Павлова называют духовником трех патриархов. В 1970 году у отца Кирилла перед смертью исповедовался Алексей Первый. Патриарх Алексей уважал, почитал батюшка. И перед его кончиной батюшка принимал последний испорт. Патриарх Кимин избрал его своим духовником и постоянно исповедовался у батюшки. Они были оба ветераны войны. Также патриарх Алексей Второй спрашивал и советы у батюшки, исповедовался. В начале 90-х годов патриарху Алексею Второму как никогда была нужна поддержка своего духовника. Миллионы благополучных людей в считанные дни стали нищими. Страна находилась на грани гражданской войны. Новые хозяева делили между собой еще вчера великое государство. из экранов телевизоров всерьез рассуждали о том, что стране больше не нужны никакие идеалы. А главная ценность теперь это рыночные отношения. Для полного счастья нужно лишь встроиться в мировой глобальный рынок и делать все, что советуют западные экономисты. Об опасности глобализации отец Кирилл начал говорить еще в начале 90-х, когда мало кто догадывался об этой новой угрозе тотального ограничения человеческой свободы. Он понимал, что это глобальные вещи, кем она послана. То есть не то, что министерством, это вселенская вещь. И вещи в Америке, Австралии, Европе, Россия. Кто заказывает все это дело? Страна наша развалина и еще будет разваливаться. Народ наш сейчас доведен до нищенского состояния. Сердце всякого человека, который любит свою страну, любит свой народ, оно не может остаться таким безучастным. В это время к нему как старцу часто обращаются с вопросом, что ждет Россию в будущем? Батюшка, ну вообще возможно возрождение это все-таки наша страна? Он долго молчит, прежде чем ответить. Надо поднять нравственность. Только тогда можно говорить о возрождении. Нужно было снова, как когда-то под Сталинградом спасать Россию. И отец Кирилл снова и снова обращается к своей сталинградской находке. Компасу, который может вывести страну из тупика. Мне кажется, самая роковая ошибка, что мы не проверяем свою жизнь, так ли мы живем. Поэтому вот и видим, что наша жизнь подчас она разрушается, ломается, и под развалем она ломает нас, и будет нас, нас подсеркать несчастье, потому что мы не идем по тому пути, который указал нам Господь свят Евангелия. В начале 90-х государство возвращает церкви тысячи храмов. Но большая их часть полуразрушена. В развалинах величайшие святыни русской земли. Валаам, Оптина, Соловки, Дивеева. Нужны люди, которые смогут поднять их из руин. Сейчас у нас очень трудно с кадрами, как вы знаете, отец архимандрит. Подкрываются и нужны кадры всюду. Больше уже 70 монастырей, в которые открыты уже, которые нужно восстанавливать из руин, восстанавливать духовную жизнь. И, конечно, нужно, чтобы было бы преемство монашеской жизни. Троица Сергеева Лавра становится главной кузницей кадров. Как шесть столетий назад множество духовных чад преподобного Сергия несли его нравственный завет и просвещение в самые глухие места, так же и сейчас, благодаря воспитанникам отца Кирилла, по всей стране среди развалин начинала теплиться жизнь. Еще с 70-х годов две маленькие комнатки под трапезным храмом Троицы Сергеева Лавры, где разбирались поступавшие в монастырь посылки, стали приемной старца. Туда мог попасть каждый. Мы не отказываем никому, говорил отец Кирилл, всем, кто просил его молитв или духовного совета. Вот я помню вот этот поток людей в 90-е годы, люди, потерявшие работу. В общем, несчастье такое же было в стране с этим кризисом. Многие очень тяжело переживали происходившее. ноги потянулись в храм, стали искать смысл жизни, которого прежде не искали. Это паломничество клаврскому духовнику напоминало послевоенное время. Снова тысячи потерянных и несчастных людей шли к старцу со всех уголков страны за помощью и последней надеждой. с жизнью, с разбитыми семьями, больные, какие-то несчастные там, неудачники. И он каждому находил какое-то слово, а иногда ни слова не говорил, просто слушал. Он умел выслушать человека. И он помогал людям в их схорьбах, в их трудностях жизни, в их болезнях. Это есть свойство старчества, старчество не тот, который говорит много, а который помогает. Однажды в посылочную к отцу Кириллу пришел молодой научный сотрудник НИИ Российской Академии Образования Владимир Ященко, у которого тяжело заболела жена. Была очень серьезно больна, у нее была опухоль мозга, и в общем-то она должна была умереть. все врачи отказались сделать ей операцию, и она уже находилась в коме, и когда она пришла в себя, она попросила, чтобы ее постригли в монашество. я поехал к отцу Кириллу, чтобы выразить ее волю, что она хочет быть пострижена монашеством. Ну, отец Кирилл сказал, что это дело хорошее, но надо делать это вместе. Я говорю, как вместе? Он говорит, ну так, это все оставляй, говорит, вместе принимайте постриг. Для Владимира это стало полной неожиданностью. О монашестве он никогда не думал, только что защитил кандидатскую диссертацию и уже готовился писать докторскую. Я, конечно, не был готов. Я был на взлете как раз творческих таких планов. Делал докторскую диссертацию мне казалось что это главный смысл моего существования. А здесь так все развернулось. Но болезнь жены времени на раздумья не оставляла. После слов отца Кирилла все будет хорошо он тоже решился на постриг. Тем не менее мы исполнили благословение отца Кирилла. Постриг был принят. Ну и вот супруга исцелилась. До сих пор еще жива. У новопостриженной монахини опухоль головного мозга, которые уже отказались оперировать все известные специалисты, через несколько дней сама вытекла через нос и прикованная ранее к постели монахиня встала. В силе молитвы духовника монах Киприан убедится еще не раз. Батюшка, конечно, был особый такой молитвенный дар, выдающийся молитвенный дар, когда он действительно мог помолиться о человеке, ему очень много открывалось. И многие люди чувствовали силу его молитвы, такую какая-то как скрепляющая печать. Я был свидетелем, как приходили великие люди. И вот видишь, что заходит человек какой-то не в своей тарелке, часто даже потерянный человек. Вот он через пять минут выходит совершенно другой, окрыленный, светлый, радостный. Вот как отец Кирилл мог за эти краткие минуты вот изменить внутреннее состояние сердца того или другого человека. Он целил не столько даже словом своим, сколько именно силой своей молитвы. Абачка был такой солнце, которое обогревало всех. Его вот такой чертой у него не было суетливости. У него было много дел, но он всегда, вот каждый приходил к нему, это был для него человеком дорогим, человеком, который он внимательно выслушает. Даже присутствие возле него человек ощущал, ну как возле теплой какой-то печки. Даже не прислонился к ней, рядом стоишь, а уже чувствуешь тепло, которое сходит от этой печки и тебя согревает. У него был удивительный дар великодушия. Он мог вместить в свое сердце всех. И он с одинаковой любовью принимал добрых и злых, и праведных, и неправедных. И чем больше у человека была тяжести греховная, тем больше внимания и любви он привел к этому человеку. И люди менялись, они менялись на глазах. Они выходили от него, светились. в них всегда была радость и надежда. Но отец Кирилл не был добреньким. Он не ласкал, а врачевал. Общаясь с отцом Кириллом, у меня осталось впечатление, наверное, в чем-то похожее на общение людей с преподобным Сергем и с преподобным Серафимом. Много раз убеждался, что если отец Кирилл говорил какое-то благословение, то это было слово, которое выражало волю Божию. В середине 90-х отцу Кириллу было уже более 75 лет. Казалось невероятным, как в этом возрасте человек может переносить такую нагрузку. Вот он шел обычно на Братский. После Братского он бывало мог пойти на службу и потом, по-моему, если не ошибаюсь, то ли с 8, то ли с 9 часов шел туда к себе, где он принимал людей, и он там принимал до 5, 6, 7 часов вечера мог принимать. А потом приходил в Кирилл, а там же мы стоим, уже и он нас там до часов 10, до 11 принимает. Кого он там спал, я не знаю. Ну, я предполагаю, что если в сутки спал, 2-3 часа, это будет нормально. Меня всегда удивляло, откуда человек, прошедший войну, берет столько силы. Он практически редко оставался один. Это та роскошь, которая была для него недосягаема. Люди, 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 и так до самой ночи. И всегда я удивлялся, как вот он это может. Это невозможно. услышать столько боли, эту боль пропустить через сердце. Как один человек рассказывал, я рассказываю свою ситуацию и плачу, и краем как-то глаза. Я смотрю, и у отца Кирилла тоже бегут слезы. Это меня настолько поразило, то есть моя боль проходит через сердце отца Кирилла. Какое может сердце выдержать? Старец согревал своим теплом сотни людей. И мало кто из приходящих к нему знал, что он сам страдал от многих болезней. С бронхами, да, вот у него застуженные, да. Потом язва у него открылась, вот, и чуть не помер от язвы. Иногда от боли отец Кирилл не спал всю ночь, а на утро, когда его спрашивали о самочувствии, он отвечал, лучше всех. Он терпелил безропотно, никогда не сказал, ой, горе, что ж такое, что я болею, зачем, так почему, и сколько это будет, никогда. Все нес очень терпеливо и с благодарностью Богу. После этих тяжелых недугов, после туберкулеза, ему посоветовали крымский воздух. В сентябре он уезжал в отпуск в Крым. здесь жила жительница села Лавровое, Кулида Любовь Семеновна, а у нее отдыхал барышка Кирилл. У него с войны были заслужены бронхи, ему требовалось свежий воздух, сухой. Вот здесь стоял домик бутового строения. И вот мы приезжали в отпуск. Каждый год мы брали с собой полный мешок, набитый письмами. Так он с трепетом к этим письмам, что говорит, надо за письма насадиться. Одно письмо мог прочитать два раза, три раза, сидел, видимо, молился, думал, и потом только уже отвечал. Какие-то письма он нас просил, вы пишите имена. То есть люди, которые, видимо, просили молиться, вот мы выписывали. Батюшка шел когда на службу, у него полные карманы были набиты этими записками с именами, чтобы батюшка потом вынимал частички за этих людей. Но я не знал, что он, кто он такой. Жене своей говорю, пойду посмотрю, что за батюшка Кирилл там. Прихожу. А батюшка сразу, о, Михаил Петрович. Я говорю, батюшка, откуда? Вы так меня сразу это... Так на меня напал такое. страшное, такой грешный человек. И вдруг меня такой принимает старец. Ну, батюшка спрашивал, как там церковь? Ой, да какая там церковь? Говорю, батюшка, я вообще-то не знаю Бога ничего. Я же бандит, можно сказать. Ну, а пришел, увидел такое смирение, такую доброту. Прямо у меня сразу слезы накатились. Когда он позвал на обед главу врача Нижерянды, для меня было удивительно, что, ну, вы ешьте, вы ешьте, а я вам Иванович почитаю от апостола. Ну, я представил, что он сейчас достанет книгу, что-то будет читать. А он со своей такой неповторимой дикцией начинает по памяти читать одну главу, потом вторую, практически не сбиваясь. И самое любопытное, что он это говорит, как будто бы читает где-то с монитора. То есть смотрит и вот, ну, считывает слова. Протом делает акценты там, где он считает важным, нужным и правильным. Ну, для меня это было открытием. То, что я увидел у отца Кирилла. Его реальное пребывание, это евангельское пребывание, он со временем Креста. Он живет в то же время и в ту же эпоху, и в то же реальное часоисчисления, в котором был Господь. Удивительная память отца Кирилла запомнилась многим. Он не только знал наизусть все Евангелие, но и помнил по имени каждого, кто хотя бы раз приходил к нему на исповедь. И вспоминал, о чем они говорили с человеком спустя несколько лет. Домой, в Троице Сергия в Улавру, отец Кирилл обычно возвращался к 8 октября. В день памяти Сергия Радонежского к преподобному съезжались архиереи, руководители епархий. И на исповедь к отцу Кириллу стояла очередь из его духовных чад, епископов и митрополитов. А после праздника начинался его ежедневный обычный труд. Помолите, дадим. Спасибо, Господи. Батюшка, вот ребенок стоит. Помню, однажды, как-то из Исподи вышел, он уставший, уставший, судя по всему, говорит, даже надорвался. Его уже так перевели в келью, он говорит, не рассчитал силы. Любовь, это всегда жертвенно. И батюшка, это доказывал жизнь. Он жертвовал своими силами, нервами, здоровьем. Тань, дай ему записочки, тазиан, а то опять остались. А это что он сделал, Никуда? 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 У меня в глазах, знаете, какая картина стоит? Последние, наверное, где-то годы, батюшка, когда перед больницей в лаву приезжал в промежутках между лечениями. Наверное, батюшку хватало, может быть, где-то дней на 10, на 2 недели. И вот первые дни по приезду батюшка на ногах, молился вместе с нами. Вот проходило, может быть, дней 10-12, мы приходили на братское правило, тетя Кирилл уже лежал. Батюшка уже был из расхода. То есть у него, вот эта его жизнь заключалась в том, чтобы отдать себя без остатка. Вот когда он уже оказывался лежачим, тогда батюшку забирали в переделкино или в больницу, и потихоньку батюшка набирался сил и через какое-то время опять возвращался в город. Вот он любил людей, немощные, там есть такие, такие были настырные, что они не давали ему пройти. Он примет, поговорит там, поможет там, как может. И они не дают ему проходы, и снова, и снова, и снова, еще раз благословение, еще раз благословение, еще раз, но не давали проходить через лаву. Он шел, табун его окружает, и по 100 раз берут благословение. Мы уже там думали, ну что ты, ты уже сто раз брал облагословение, еще пять влезешь. Мы так, мы раздражались. А он терпелив, вот никогда ничего, терпеливо все это, нес, терпел людей. И он в конце уже перед болезнью, он сказал такие слова, что жалей всех людей, и Бог тебя пожалеет. Это было такие последние оставления. Постепенно время, проводимое в больницах и в патриаршей резиденции в Переделкине увеличивалось. До инсульта он принимал. Обычно у него была, так сказать, трудовая жизнь. Люди приходили, исповеди были. Только видно было по нему, что он значительно ослаб, и уже даже увидев большой поток людей, вот там от вороты они идут по дорожке к домику, где он принимал, и батюшка уже так по кошкам поглядывает и говорит, ой, я боюсь, я не выдержу. Вот мы, как всегда, готовили эти подарки рождественские, предлагали батюшке посмотреть, и он подходил, смотрел на эти подарки, говорил, не знаю, какой я буду после Нового года. И отец Кирилл мужик должен был в Литургии на Михайловне. И я вот, батюшка, тяжело еще в храме, в алтаре ведь там тоже духовенство. Сейчас пока дойдешь до храма, там тоже тебя будут терпить. Новаячка так тихо, он как говорит, не знаю я, когда я еще этот храм увижу. Я пойду, все начну. и пошел. И это был действительно последний его поход в этот храм. Больше он его и не увидел. Инсульт, несовместимый с жизнью. Вердикт врачей, вынесенный отцу Кириллу в 2003 году. Ведь мы смерти ждали там практически каждый день. Не живу с таким инсультом, с такими легкими. Но к удивлению врачей, его изнурительная болезнь длилась еще 13 лет. После инсульта он какое-то время немножко общался. года три он, так сказать, даже на вопросы отвечал. И шутил, и поддерживал нас всячески. Когда там он еще разговаривал, человек предлагал, батюшка, может вас в Германию отправить, потому что там все-таки медицина на другом уровне. Батюшка говорит, я от своей родины никуда не уеду, я от милой родины никуда не уеду. Мы спрашивали его, батюшка, ты как, ты не унываешь? А зачем унывать? А как он болел красиво, как он благородно болел. Мы даже не выдерживались Любовь Владимировна и просили батюшка, ну ты хоть поругай что ли нас, ну ты хоть попроси что-нибудь. А батюшка, ну как я смею, вы же ведь не железный, вы же устаете, мне его жалко. Человек вот лежал 13 лет парализованный, не мог пошевелиться, ведь без помощи посторонних. И он не просил, поверните мне лишний раз с одного боку на другой, потому что я устал уже. Ничего не просил себе. Братья ваши ламские, другие тут, чада, поздравить вас с Рождеством Христовым. Слово приветственное вам будет говорить отец Иов. Отец Иов? Вот его рука, отца Иова. Нам вас, пачка, очень не хватает. Мы сейчас, мы знаем, что вы нас не видите, но духовными очами вы нас видите и слышите. И за нас всегда молитесь, потому что ваши молитвы всегда нас укрепляют. Все каждый сейчас подтверждает эти слова, что когда ему плохо, и он обращается и говорит, Господи, молитву моего старца, отца Кирилла, помилуй меня, помоги, то вы чувствуете эту помощь. Все-таки от того же Ого Слова вашего нам его не хватает, потому что ваше Слово было о живом Христе, которого вы видели, которого вы слышали, и нам это передавалось. Даже то, что мы видели, приезжая к отцу Кириллу, это тяжелые, глубокие страдания человеческие. И при всем этом, при всем этом, отец Кирилл всегда находил в себе духовные силы утешать приезжающих. Понимаете, мы приезжали к отцу Кириллу, к тяжелобольному человеку, в первую очередь, чтобы получить себе утешение. То есть, это был человек такой силы духа и такой любви, что даже находясь над тяжелым одре болезни, иметь возможность утешать своих чад. Потом как-то он сказал, ну что ж, вы спрашиваете у меня все, что вам еще нужно, потому что скоро я не смогу говорить. Потом он стал слепнуть, глухнуть, говорить уже он не смог. Но так кивками, кивками мы понимали, речь восстановилась все более неразборчивая уже. Последние два года, два-три года, это уже были просто такие вот страдания уже, такие, чрезмерные уже. У многих возникал вопрос, почему человеку святой жизни суждено испытать столько страданий. Он брал часто наши грехи на себя. И сколько знаю, что он не просто брал, были серьезные людей грехи, но он просто-напросто великой любовью покрывал их. Просто покрывал. А кто-то за это должен потом понести будет. Старец сам нес. Поэтому и на болезнь на мадре он лежал и тоже нес крест за нас, за наши грехи, за наши немощи и молился за нас. Отец Кирилл, мы помним, по ночам, когда он еще, так сказать, мог двигать рукой своей, не парализованной, он осенял себя крестным знаменем. Ему спрашивали, батюшка, ты поминаешь кого-то? Я поминаю тех, кто обо мне об этом просит. То есть, в принципе, мы же не подходили к нему со списком просящих, да? Ну, был ряд людей, которые там, за воротами или где-то у себя дома, давно знавшие батюшку, так сказать, взывали к нему из души, из глубины своего сердца. Он это слышал. А потом, да, вот воевал человек за родину воевалку. Ведь под смертью ходил сколько раз. Не обо всем об этом он говорил, кое о чем мы узнали уже во время болезни, когда он нечаянно в ряду, можно сказать, мог проговориться, что там разрывало гранаты ребят на его глазах. Любовь к Спасителю, она, конечно, это любовь всей его жизни. И он ее, конечно, иначе невозможно было бы терпеть эту болезнь. Это бы так или иначе, вы знаете, обнаружилось. Ведь человек в таких вот серьезных недугах, у него как бы покровцы с души снимаются. То есть эти покровцы слетели, он как был вот преданный последователь Христа, так он ему и остался до последнего момента. Однажды келейницы услышали от него слова «Смириться, смириться, надо смириться до конца». Он говорил их самому себе, не подозревая, что его слышат. А перед тем, как он совсем перестал говорить, он сказал еще одну фразу «Каждый должен заниматься своим делом». Теперь у старца оставалось одно самое важное дело его жизни – молиться за своих духовных чад, молиться за всю Россию, молиться за весь мир. «Человек полюбся, вот услышь, и прежде, как многомиловцы, вся преврешение их, измени их вечной муки. Ты борешься на длину, иди каще свяжите на земле, будут связаны на небесе, и векащие разрешите на земле, будут разрешены на лице». целый год вот с Благовещения 2017 года дыхание стало просто категорически вообще невыносимым. И в какой-то момент просто пульсометр уже показал прямую линию. Мы перевозили тело батюшки из Переделкина сюда в Лавру, привезли на гроб уже очень поздно. Но тем не менее, несмотря на плохую погоду, собралась огромная толпа. И вот все монахи от батюшкин гроб, они поднимают его наверх. Вот отец и духовник вернулся к нему. Вот они его столько лет ждали. Святые Божьи вот этот лаврская колокольня ударяет. Народ полный, так сказать, храм народа. И тут вот я помню, я смотрю на этот гроб, который уплывает где-то в выси, и все вот он уже пошел. Корабль вырвался из плена, знаете, вот этой болезни, мучительное все. Уже в Успенский собор нельзя было войти. Представляете себе, ночью в 12 часов ночи не войти в Успенский собор. Столько уже собралось народа. Святого, наверное, было несколько грузовиков. как принесли гроб с телом Сакьево сюда в Лавру, то это было чувство Пасхи. Я ловил себя на мысли, как ты можешь испытывать чувство радости, когда умер твой духовник. А тут радость. Это было всеобщее чувство. Огромные, огромные вереницы людей круглосуточно из самых дальних уголков России, из Иерусалима, из других стран. Все чувствовали, что старец переселился в будущее, в вечную, в блаженной жизни. И вместе с горячей, конечно, потому что горячей разлуки, мы ощущали радость. Поэтому во время тревоги пели «Христос воскресе!» В то время, когда гроб попускали. День ухода человека, который жил святой жизнью, всегда знаменателен. Часто, как будто в подтверждение святости, Бог дает возможность такому человеку покинуть этот мир в дни больших христианских праздников или в дни Великого Поста. А батюшка, в чьей святой жизни не сомневались все, кто с ним повстречался хоть раз, ушел из жизни, как казалось, в обычный день, 20 февраля. Но день его похорон стал знаменательным. 23 февраля. День воина. День защитника Отечества. Вся жизнь Кирилла Павлова стала жизнью воина духа, нашедшего свой путь в разрушенном Сталинградском доме, пронесшего через всю свою жизнь слова Евангелия, как величайшую драгоценность и подарившего его свет тысячам. Жить не тужить, никого не раздражать, никому не досаждать, быть тише воды, нише травы и всем мое посетение. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok